Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала! Сегодня, надеюсь, очень популярное видео, очень важное, это точно. Как быстро похудеть? Самый эффективный способ, как быстро сжечь жир. Безопасно, без таблеток, ну, конечно, кому это нужно? Главный вопрос, зачем надо похудеть тем людям, кто имеет излишнюю массу тела, то есть жира? Ответ прост, чтобы стать и быть потом здоровым человеком, и прожить, соответственно, дольше и бодрее, а значит, больше в жизни всего успеть добиться, сделать. И второй важный постулат, если вы хотите и будете идти к своему здоровью целенаправленно, без лени, вы неизбежно похудеете. Это следствие здорового образа жизни. Вот только под здоровым образом жизни не все все верно понимают. Итак, изначально ожирение, это всегда питание, это проблема питания, но если только, конечно, это не применение каких-то определенных гормонов с детства, но это редкость. Итак, в плане питания Майя Плесецкая была права, жрать надо меньше, грубо, но совершенно справедливо. Вы реально хотите снизить массу жировой ткани, принять естественную природную стройность, то есть состояние, которое должно быть от природы у каждого человека? Хотите иметь правильное соотношение жира к остальным тканям организма? Да, это можно, это реально, даже если вы уже перепробовали все диеты, хотя, конечно же, не все, так как не похудели, а только одна, единственная верная, даст гарантию стопроцентную. Но это потребует усилий над собой, по крайней мере, первые 2-3 недели. Далее все будет гораздо проще, а потом войдет в естество. Вот точно так же, как плохие привычки входят в наш образ жизни, так и хорошие могут войти. Все меняется, помните об этом. Двухминутный, но очень важный ликбез. Есть два источника энергии, это жир и сахар. Сахар или глюкоза, фруктоза тратятся на текущие процессы. Процессы гликолиза и циклокрепсия в организме. Излишек запасается в гликоген, животный крахмал. Или откладывается в виде жира, когда гликогена слишком много уже и так запасено. То есть, если человек ест больше сахара, чем тратит в реальном времени, то у него в конечном счете излишки переходят в жир. Тем более, если он так ест 2-3 и более раз в день. У нас, у всех людей, есть два пути получения нашими клетками энергии. Первый гликолиз, то есть получение энергии за счет расщепления сахаров. А второй кетоз, то есть получение энергии за счет расщепления жиров. Параллельно, совместно эти два процесса не идут. Идет либо один, либо другой. Почти все люди едят много сладкого и несколько раз в день. Тогда их жир у них и не сжигается, а остается. А чтобы сжигать жир, надо перейти на второй процесс, кетоз. Для этого надо перейти на кетопитание и, соответственно, посмотреть мое видео про кетопитание. Вот тогда будет расходоваться свой жир легко. Но пока у вас идет большая выработка гормона инсулина, то есть пока вы едите сладкое, эффективно сжигать жир вы не сможете. И дело не в том, что вам надо есть еще меньше сахара, чем вы едите, то есть сладкого. А для реального результата надо не есть вовсе нисколько. Вот в чем дело. Пока у вас есть инсулинорезистентность, она есть почти у всех людей, вам не получится эффективно и навсегда, и без особых физических изнурений сжечь лишний жир. А хотите, чтобы получилось? Ну вот тогда вам надо изменить свой метаболизм. Нужна перестройка организма с расщепления углеводов на расщепление жиров. А тогда вам нужна подробная дополнительная информация об этом. А это мои видео. А они по ссылке будут вам даны под этим видео. Я досконально в них все пояснил, более чем достаточно. Но одного видео недостаточно. Нужно посмотреть и законспектировать 6-7 видео по этой теме. Они будут даны мною прямо по пунктам 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Наряду с другими прочими важными видео. Ну а теперь общие, но самые важные нюансы для эффективного похудения. Первое. Есть нужно 3-2 раза, а потом и 1 раз всего в день. Если у вас большая излишняя масса жира и никаких, главное, никаких перекусов, тем более ночных жоров, иначе все бесполезно. Кто из диетологов говорит про перекусы постоянные, он просто идиот. Второе. Через неделю по питанию переходите на 1-2 раза в день, уже с 3. Первый раз ешьте не ранее 10 утра, лучше в 11, еще лучше в 11-12 часов, ну а потом в 15-16 и все. Если вам голодно, пейте разведенный в воде, то есть густой в виде такого киселя, псиллиум. Это шелуха семян поддорожника. Главное, чтобы она была экологически чистым продуктом. Она набухает, она создает объем, то есть сытость, и заодно очищает организм. Это прекрасный сорбент. Ссылка на этот псиллиум, как купить, будет под видео. Далее. Как вы уже поняли, вам необходимы интервальные голодания, или по-другому правильное интервальное питание. 6-18, но лучше 4-20. То есть вы едите в течение суток, в течение 4-х часов, 1-2 или 3 раза в начале. А потом 20 часов не едите, то есть до следующего, скажем, утра. Ну, до 10-11 или, что лучше, 12 часов. Таким образом, еще и увеличится выработка гормона роста, что предельно важно, в том числе для похудения, вообще для нормализации обменных процессов. Только лишь отказ от перекусов и раздельное питание уже принесут вам ощутимые изменения. Но если учесть все в комплексе, что я скажу далее, то результаты будут быстрее и эффективнее. И навсегда, если вы оставите этот режим питания на всю жизнь. Помните, главное стабильность. И она очень важна для долголетия. Запомните, не бойтесь жиров при отсутствии быстрых углеводов. Это можно как постулат записать. Если жиры и еще сладкое, это плохо. Но если жиры без сладкого, это прекрасно. Как я уже говорил, в конце видео я дам важные ссылки, которые вам все пояснят по просмотру тех видео. Третье. И ешьте больше зелени, овощей. Очень важны дикоросы. Многие люди этим пренебрегают. Самые важные из них. Крапива, сныть, лебеда. Молодые листья дуванчиков. Лопух. Если у вас нет возможности, желания, времени собирать их, заготавливать, правильно хранить. У нас они есть всегда в продаже в виде порошков, молекулярной сушки, вакуумной сушки. Ссылки на них будут под видео. Не ешьте жареные, молочные продукты, мучное, вареные крахмалы. Категорически уберите эти продукты из рациона питания. Уберите желательно все животные белки, но в крайнем случае ешьте яйца. Не ешьте ничего сладкого при этом вообще. Не ешьте даже фрукты. Ну максимум, лесные ягоды, и то совсем немного, и то в сезон. Лучше кислые, клюква, брусника, морожка, но не приторные. Обязательно ешьте как можно больше кристоцветных. Это разные виды капуст. Такие как брюссельская, пекинская, кальраби, цветная и так далее. И обязательно корнеплоды, такие как редька, репа, брюква, торнепска, дайкон. Все то, что мы сейчас уже давно заменили картошкой. У которой, кстати, гликемический индекс в зависимости от вида приготовления от 80 до 96. Это просто ужас. Вы спросите, а что же тогда есть? И я вам отвечу, у меня вышло видео на эту тему, оно так и называется. А что же тогда есть, где досконально я все это поясняю? Четвертый пункт. Больше физической работы, упражнений. Помните, движение это жизнь, а жизнь это движение. Обязательно надо наладить сон. Нормально спать ночью. Глубокая фаза сна должна быть с 11 вечера до 3 утра в полной кромешной тьме. Пятый пункт. Не допускайте дефицита питательных веществ. Это очень важно. В этом вам помогут натуральные некоторые суперфуды. Далее скажу, какие. Особый акцент сделаю на аминокислоте аргинине. Дело в том, что она также провоцирует выработку естественным путем гормона роста, то есть гормона молодости и нормального обмена веществ. Есть такой протеин, но вернее комплекс аминокислот, 4 в 1, где повышенное содержание специально аргинина и трептофана. А трептофан усиливает действие аргинина. Ссылка на этот протеин, как всегда, под видео. Кстати, с ним можно хоть мышечную массу накачивать, только безопасно, потому что это не высокомолекулярные, а низкомолекулярные белки, легко перевариваемые организмом. Шестое. Очень важен здоровый кишечник. У многих людей сейчас СИБР, синдром избыточного бактериального роста, синдром дырявого кишечника, дисбактериозные состояния. В этом смысле вам помогут бактерии и ВИД. Аналогов им в мире нет. Это еще старая советская разработка. Очень эффективно. Это симбиотические пропионовые бактерии. Я очень рекомендую использовать два раза в день, утром и вечером, гель-сорбент по 30 мл на стакан чуть теплой воды. Тогда вы и очистите кишечник прекрасно, и дадите корм вашим родным симбиотическим бактериям, то есть нашей родной кишечной микрофлоре, поскольку там есть натуральный природный хитозан, помимо всего прочего. Видео это непременно посмотрите. Принимайте обязательно витамин D3 с витамином К2. Есть масло 4 в 1 в этом смысле. Принимайте дополнительно цинк, двойную дозу от рекомендованной на упаковке. Обязательно потребляйте суперфуд спирулину, это уникальная водоросль, в составе которой вся линейка группы В витаминов, и многое-многое другое. Ну, про фукус я уже и не говорю, всего лишь советую. Будет интересно, видео посмотрите. И, конечно, живая вода. Ну, хотя бы последнее видео мое на данную тему посмотрите. Других не дам. Хотя бы последнее. Ну, и седьмой пункт. Для абсолютно гарантированного снижения жировой массы тела, когда у вас совсем уж замедлен обмен веществ, совсем дела плохи, что называется, переход на сыроедение, полное, абсолютное, вам гарантирует снижение массы тела и улучшение всех физических показателей. Но только никаких фруктовых соков. Еще раз. Сплеска инсулина нельзя допускать. А значит, сплеска сахара в крови. То есть, все, что содержит сахара, даже натуральный, фруктозу, глюкозу, сахарозу, есть нельзя. Не более 25-30 грамм чистого сахара, получаемого вами из всех продуктов в этот день. Вот главное ваше правило. Ну, а теперь нажимайте слово еще, если вы находитесь в ютубе, просматривая вот это видео сейчас. Откроются ссылки. И обязательно смотрите их все. То есть, эти видео, которые я для вас специально там подобрал. Ведите конспект. А далее просто живите по конспекту. Все это легко войдет в правило, в образ жизни. Ну, как чистить зубы? Сначала сложно, ребенок кричит, не хочет, сопротивляется. А потом разбуди его, что называется. И он еще утром с закрытыми глазами автоматически чистит зубы. Не так ли? Вот и так. И это все несложно. А то некоторые начинают тут писать, это все жизни не будет, сложно. И это все глупости. Это дешевый самообман. Лишь бы ничего не менять в своей жизни. Так ничего и не будет. Волшебных пилюль здесь нет. А это не волшебная пилюля. Это комплексный подход, при котором вы вернетесь в естественное состояние по вашей программе, по матрице. Что называется в свое человеческое тело. На этом на сегодня все. Скоро будут другие интересные видео на моем канале. Не забывайте, подпишитесь, кто еще не подписался. Нажмите на колокольчик, на уведомления о выходе всех видео. Не забывайте проверять подписку. Приходят ли вам новые видео? Я публикую обычно два, как правило, три видео в неделю. Имейте это в виду.